Доброе утро! С новостями на канале УТС Александр Жорбин. В этом выпуске вы узнаете, в каком рейтинге Новосибирская область оказалась в лидерах, кому бесплатно установят счетчик в квартирах и какие еще продукты запретили возить в Россию. Наш регион лидирует в Сибирском федеральном округе по такому показателю, как прирост населения. Жителей за прошлый год стало больше почти на 12 тысяч человек. У лечения произошло, несмотря на отрицательный баланс миграции. С федерального округа выехало около 10 тысяч человек, при этом родилось в два раза больше. По данным статистики, на первом месте Новосибирская область, затем Красноярский край. В двух регионах отмечено значимое убыль населения в Алтайском крае и Кемеровской области. Для некоторых категорий россиян депутаты Госдома предлагают отменить штрафы за отсутствие в их квартирах водных счетчиков, а сами приборы устанавливают за счет государства. Напомню, уже больше года действуют штрафы для тех, кто не установил у себя в квартире фиксирующие устройства. Таких, по оценкам экспертов, пятая часть от всего населения страны. И уклонисты платят за воду больше на 25%, чем в прошлом году. Причем деньги вносят все без исключения, вне зависимости от социального статуса и размера кошелька. В связи с этим парламентарии настаивают на отмене штрафов за неустановку счетчиков для инвалидов, участников Великой Отечественной войны, блокадников и малоимущих. И считают, что регионы надо обязать законодательно устанавливать льготникам приборы учета за счет средств федерального бюджета. В России запретили гранаты из Турции. Росельхознадзор вводит временное ограничение на ввоз этих фруктов в нашу страну. Кроме того, специалисты намерены проверить все партии продукции, отгруженные накануне. В Росельхознадзоре не исключают, что в марте будет прекращен импорт латука и пекинской капусты из Турции. В пятницу в Новосибирске пройдет митинг, посвященный годовщине присоединения Крыма к России. Его проводит общественная организация «Офицеры России». Ожидается, что на площади Ленина соберется больше пяти тысяч новосибирцев. Перед ними выступят лидеры общественного мнения, ветераны, воин, представители студенческих отрядов. Напомню, именно 18 марта, два года назад, Крым был включен в состав России. Так решили сами жители полуострова на референдуме. А через три месяца Новосибирск и Севастополь стали городами-побратимами. Напомню, жители города приглашают на митинг и концерт «Крымская весна. Мы вместе» в пятницу в 16.00. Достижения новосибирских педагогов сегодня представят на выставке УЧСИП-2016. Международная образовательная встреча проходит в эти дни в экспоцентре. По оценкам организаторов, участниками мероприятия станут порядка 20 тысяч человек. В рамках экспозиции запланировано проведение форума, а также конференции, круглые столы, лекции, семинары, практикумы, лаборатории, переговорные и проектные площадки. В Качковском межрайонном аграрном лицее прошел день открытых дверей. Провели его для учащихся девятых классов. На мероприятие побывала и наша съемочная группа. В начале немного истории, потом экскурсия по лицею. Сегодня для школьников открыты все двери. Первый – это прикрамиболчик. Второй – заворачиваем внутрь. Будущие специалисты делятся секретами мастерства. Все ради того, чтобы девятиклассники пришли учиться в Качковский лицей. Охота быстрее уже получить профессию, чтобы два года не терять. Быстрее пойти уже по профессии и потом работать. Из всех мастер-классов школьникам особенно понравились тренажеры. Парни с нескрываемым восхищением садились за руль КамАЗа, трактора, комбайна. Внутри, как в настоящей кабине. Похоже очень. Сделано хорошо, реалистично. Если сейчас научиться на тренажерах нормально, то и в жизни будет на настоящем легче, наверное. С презентацией лицея сотрудники учебного заведения побывали в нескольких районах. Это тоже принесло свои результаты. Некоторые родители из Краснозерки привезли детей на день открытых дверей. Кого мы готовим? На чем мы готовим? В каких помещениях? Какие программы? Какие условия? Мы сегодня, я считаю, очень достойно представили наш лицей для рассмотрения нашими выпускниками как потенциальное учебное заведение и определение их недальнейшей жизни, учебы, получения профессии. В лицее обучают нескольким профессиям. Управляющий усадьбой, хозяйка усадьбы, мастер сельхозпроизводства, штукатурмоляр и швея. А с 1 сентября здесь появится еще одна специальность – повар-кондитер. Яна Рагуля, Артем Медведев, Новости ОТС. Пока это все новости. С ними вас познакомил Александр Жорвин. Желаю всем удачного дня и до встречи на нашем канале. Новости ОТС. Доброе утро. С новостями на канале ОТС Александр Жорвин. В этом выпуске вы узнаете, какие учения сегодня проведут в Новосибирске, как отметят акцию «Часть земли» в областной столице и какие народы отмечает сегодня Новый год. Новости ОТС. Успешная тренировка – залог успеха в экстремальной ситуации. Сегодня сотрудники городской спасательной службы проведут учения на льду. Легенда – спасти рыбаков, которые провалились под лед. В ходе тренировки специалисты сначала должны принять сигнал от очевидца бедствия, затем выработать план операции и распределить кадровые и технические ресурсы. Кроме того, участники отработают взаимодействие между отрядами. Также муниципальные спасатели проведут профилактическую работу с населением по вопросам обеспечения безопасности на водных объектах. Жители села Устарка приглашают на дегустацию. Завтра на площади у Дворца культуры будет организована продовольственная ярмарка. Посетители смогут попробовать мясо, птицу, рыбу промысловых пород, полуфабрикаты, хлебобулочные и кондитерские изделия, мед и молочные продукты. Помимо этого, на мероприятии будет представлен широкий ассортимент одежды от вязаных вещей и валенок до головных уборов. Свою продукцию представят производители из Устарского, Татарского, Венгеровского, Чановского, Чистоозерного и Кыштовского районов. Официальное открытие ярмарки в 11 утра. Мэрия Новосибирска примет участие в международной глобальной акции Всемирного фонда дикой природы «Час земли». Завтра с 20.30 на 1 час архитектурно-декоративная подсветка и дежурное освещение зданий городской администрации будут отключены. Главная цель – привлечь внимание населения к проблемам изменения климата и повышения эффективности использования электроэнергии. Мэрия предлагает организациям города также поучаствовать в акции. Первый «Час земли» был организован в 2007 году в Австралии. С тех пор инициативу ежегодно поддерживают тысячи предприятий и миллионы рядовых граждан из десятков стран. Россия официально присоединилась к акции 7 лет назад. Весенний праздник Нового года отметят на предстоящих выходных в Новосибирске. Наврус-Байрам символизирует обновление и начало Нового года. Новой полевой страды у многих тюркоязычных народов Казахстана, Средней Малайзии, Ирана, Азербайджана, а также среди башкир и татар. Несмотря на то, что название Нового года на разных языках звучит по-разному, традиции его празднования во всех странах примерно одинаковы. На Наврус накрывают особый стол, где и утвари, и продукты полны символическими значениями. Все это дар солнцу, которое должно позаботиться о богатом урожее. Обязательный большой праздничный хлеб или лепешки, чаша с водой, фрукты, орехи, миндали, рыбы, молоко, крашеные яйца. Праздничный ритуал не ограничивается застольем. Еще с древних времен на Наврус устраивались большие народные гуляния. Праздничные базары, конные скачки, собачьи и петушиные бои. В древние времена Наврус праздновали 13 дней, но в столице нашего региона отмечать его будут 19 и 20 марта. В Болотном завершился отборочный этап областного фестиваля «Признание-2016». Кто стал его участником и какие номера стали победителями, узнала Зинаида Миронова. Первоклассник Егор Худяков на сцене держится уверенно. Длительные репетиции не прошли даром. Это книги, и мы с ними прощаемся. Мы с ними были долго, но уже сейчас мы все из них выучили. Выступать вместе с учителями для ребят непривычно. Звонкие голоса, интригующие фокусы, театральные миниатюры не оставили жюри равнодушными. Их выражение лица было такое радостное, довольно. Они были в восторге. Не только учителя помогали школьникам, еще воспитатели и работники культуры. Кроме художественного выступления, участники областного фестиваля мастерили поделки. Технику и материал для изделий выбирали самостоятельно. В рамках этого фестиваля была организована выставка декоративно-прикладного искусства. Фестиваль шел вообще в 11 номинаций было. В разных номинациях участвовали. Это очень творческие критивы, таланты показали наши педагоги, прекрасные. Поэтому я думаю, что мы и в области покажем себя неплохо. Болотнинский фестиваль поможет определить лучших. Они представят район на областном гала-концерте. Он пройдет уже в конце марта. Зинаида Миронова, Михаил Кауров, Новости ОТС. На этом у меня все новости. С ними вас познакомил Александр Жорбин. Желаю всем удачного дня и до встречи на нашем канале. Доброе утро. С новостями на канале ОТС Александр Жорбин. В этом выпуске вы узнаете, какая в регионе ситуация с гриппом, насколько подорожали земельные участки в Новосибирске и какой известный музыкант даст концерт в областной столице. В Новосибирской области закончилась эпидемия гриппа. Как утверждают специалисты, за последнюю неделю эпидемический порог не превышал норму. По данным Роспотребнадзора, с 7 по 13 марта в региональной больнице с жалобами обратилось около 15 тысяч человек. Большинство из них – это жители Новосибирска. Свиным гриппом заболел один из них. Сейчас в области полностью закрыты два детских сада, еще шесть образовательных учреждений работают частично. Заботы у населения. Сегодня в Октябрьском районе Новосибирска спасатели совершат обход домов в частном секторе. Представители госструктуры будут не только выявлять нарушения, но и рассказывать о льготах. В частности, о том, что отремонтировать печь или электропроводку можно за счет государства. Какие необходимы для этого документы и куда обращаться, на вопросы готовы ответить специалисты. Отмечу, в прошлом году семьям была оказана материальная помощь на сумму более 1 миллиона рублей. Земля в Новосибирске и области подорожала на 13% с начала года. К таким выводам пришли аналитики портала n1.ru. По их наблюдению, за прошедшие два месяца стоимость сотки в среднем составила 111 тысяч рублей. Дороже всего участки в черте города. На втором месте советское шоссе, на третьем – Бердск. Самая доступная земля сегодня выставлена на Ордынском шоссе. В пятницу в Новосибирске пройдет митинг, посвященный годовщине присоединения Крыма к России. Его проводит общественная организация «Офицеры России». Ожидается, что на площади Ленина соберется больше пяти тысяч новосибирцев. Перед ними выступят лидеры общественного мнения, ветераны войн, представители студенческих отрядов. Напомню, именно 18 марта, два года назад, Крым был включен в состав России. Так решили сами жители полуострова на референдуме. А через три месяца Новосибирск и Севастополь стали городами-побратимами. Напомню, жители города приглашают на митинг и концерт «Крымская весна. Мы вместе» в пятницу в 16.00. Увеличивать продуктивность – вот главный девиз пламенских животноводов. И по мнению их, с этой задачей они справляются успешно. В одном из хозяйств побывала наша съемочная группа. Почистить, подоить, покормить. Каждые полчаса переворошить корм вилами. В рационе каждой рогатой красавицы – сила, сенаж, премиксы и жмыхи. Сегодня животные дают больше 6 тысяч тонн молока в год. Нина Черная в хозяйстве с 18 лет, говорит, работа не из легких, зато по душе. Сейчас-то что, сейчас легко молокопроводом. Раньше доили, носили ведрами, бетоном доили, ведрами носили, а сейчас-то легко. Многие работники перебрались в хозяйство из соседних областей. Главное критерие – достойная зарплата без задержек. Кроме того, специалистов предоставляют жилье. Я приехала из Камни, а как обычно, просто слышала, что здесь хозяйство хорошее и приехала. Но вот за год ваши ожидания не обмануты? Нет. На ферме почти тысяча голов дойного стада. Хозяйство носит статус племенного. Потомство элитных буренок покупают животноводы из других регионов. Да и молоко славится отличным качеством. В планах строительство новых дворов и расширение рынка сбыта продукции. Светлана Соколова, Евгения Емельянова, Николай Осипов. Новости ОТС. Музыканты Новосибирска готовятся к встрече. Масами Судзуки – знаменитый саксофонист, кларнетист, профессор русской литературы в префектуре Ниегата и переводчик-исследователь музыкального авангарда. Судзуки начал исполнять джаз еще в студенчестве. Выступал в Free Music Machine. А в 1989-м познакомился с Сергеем Курейхиным, когда тот был в Японии и с тех пор начал изучать русскую музыку. Многие годы музыканты Страны Восходящего Солнца сотрудничают с нашими импровизаторами. Среди них Сергей Летов, Владимир Миллер и Велина Петрова. В Новосибирске Масами Судзуки даст несколько концертов с 19 по 23 марта. Выступит для публики в технопарке и арт-кафе. Пока это все новости. С ними вас познакомил Александр Жорбин. Желаю всем удачного дня и до встречи на нашем канале. Новосибирск Новосибирск Доброе утро. С новостями на канале ОТС. Александр Жорбин. В этом выпуске вы узнаете, кем мечтают работать сибиряки, как изменится процедура лишения родительских прав и какое революционное изобретение запатентовали новосибирцы. Новосибирск В кризис работа на государственной службе одна из самых стабильных. Это подтверждают и данные исследования сервиса HeadHunter. В крупнейших городах Сибири на место во власти приходится максимальное количество резюме. В среднем конкурс на одну вакансию в округе – пять резюме. Самая высокая конкуренция среди соискателей Омска. Следом идет Новосибирск. Шесть претендентов на одну должность. Самый низкий показатель в Барнауле – там соискатели чувствуют себя комфортно. Конкурс – 3,8 резюме на одну вакансию. Интересно, что во всех крупных городах Сибири государственная служба самая популярная. Законодатели собрались усложнить процедуру лишения родительских прав. Сенатор Елена Мизулина заявила, что представители обеих палат российского парламента готовят законопроект об ограничении полномочий органов опеки. По замыслу авторов документа, процесс станет исключительной мерой семейно-правовой ответственности. Отобрать детей можно будет лишь после судебной процедуры. Поправки планируется внести в Госдуму весеннюю сессию. Не исключено, что обсуждение проекта в первом чтении также состоится до наступления лета. В Госдуму внесут закон о трансплантации органов. Депутаты предлагают обязательно извещать о таких планах врачей родственников умерших. Сейчас в России действует презумпция согласия. По умолчанию считается, что пациент и семья не против изъятия органов после смерти, если они заранее не заявили о несогласии. В этой ситуации медикам проще не ставить близких в известность о своем намерении, что часто приводит к конфликтам. Сибирские ученые получили грант на разработку нового метода сварки. Это изобретение возможно совершит переворот в самолетостроении. С подробностями Сергей Толмачев. Давай сейчас, Саш, по новой попробуем. Давай загрузим. Десятки проб, сотни часов работы, две полосы алюминия, один сварной шов. По металлу проходит лазер. Ну, то есть, вот как бы образец сварного сварка. То есть, это просто на пластинке мы режим подбираем. Сначала вот тренировочный образец просто на пластинке. Сибирские ученые разрабатывают принципиально новый метод. В сварной шов добавляют редкоземельный элемент – скандий. Металл по свойствам схожий с алюминием, из которого делают большинство летательных аппаратов. Поэтому и область применения такой сварки понятна. Это небесные технологии. Сегодня во всем мире самолеты клепают. То есть, две детали соединяются с помощью вот такой заклепки. Грубо говоря, это выглядит вот так. Скорость такой работы – 20 сантиметров в минуту. Скорость сварки – около 6 метров за тот же промежуток времени. Это значит убрать лишний процесс из авиапроизводства. То есть, удешевить его. Кроме того, сами заклепки имеют вес. Это металл. При использовании сварки самолет станет легче на целую тонну. А это уже другая экономика. Современный Airbus или Boeing, он эксплуатируется 25 лет. И если он будет постоянно летать между Лондоном и Нью-Йорком, то можно сэкономить за счет этой тонны металла, можно сэкономить порядка 10 миллионов долларов на топливе. Ведь топливо сейчас дорогое. Скандий – тоже дорогой материал. Одна такая коробочка стоит около 1000 долларов. Но и нужно его совсем немного. Главная цель разработчиков нового метода – на практике добиться оптимального сочетания. И придумать, как именно внести этот элемент в сварочный процесс. Просто насыпать вместо соединения как соль не получится. Сдует при сварке. Поэтому сейчас и ломают головы над технологиями и пропорциями. Оптимальное соотношение «Аскандия» – 0,2% к основному материалу. Но если его будет чуть больше, то шов становится хрустким. Его можно сломать руками. Попробую. Сломался. Сегодня ученые получили президентский грант. На два года. Эти деньги позволят провести сотни экспериментов с лазерным лучом и редкоземельным элементом. Если все получится, самолеты станут гораздо легче и дешевле. Сергей Толмачев, Александр Ведельников. Новости ОТС. Более двух тонн санкционной продукции обнаружили сотрудники Россельхознадзора в ходе рейда на одном из рынков Новосибирска. Инспекторы изъяли груши и яблоки из Польши, сельдерей из Голландии и томаты из Турции. Как рассказали ведомства, вся партия была в итоге уничтожена бульдозером. Кроме того, сейчас в Россельхознадзоре решают судьбу 100 килограммов мороженой рыбы неустановленного производства. Ее также обнаружили инспекторы в одной из торговых точек. Владельца продукции оштрафовали. Формальные отношения. Генпрокуратура недосчиталась полтора миллиона личинок пелядзей при проверке Верхнеобского управления Росрыболовства. В ходе рейда выяснилось, что владельцы рыбного хозяйства не выполнили свои обязанности по искусственному воспроизводству водных биоресурсов. Заместитель генпрокурора по Сибирскому округу потребовал устранить выявленные нарушения закона и привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. К этой минуте у меня все новости. С ними вас познакомил Александр Жорби. Желаю всем удачного дня и до встречи на нашем канале.